всем привет всем здравствуйте и сегодня у нас очень нежный эфир чуть-чуть аквариума чуть-чуть лепки и конечно новая коллекция лавленис долго думала какие будем делать оттенки но вот для этого варианта я поняла что нужно именно эта коллекция какими цветами мы будем работать давайте посмотрим так во первых цвета смотрите можно сейчас экран фотографировать кто еще не приобрел эту коллекцию прям обратите на нее внимание потому что это прям база здесь два цвета средней плотности а два цвета эмаль и они все перламутрова шиммерные да где-то крупнее перламутр где-то мельче перламутр классно смотрится как под матовым топом так и под глянцевым лавленис сейчас вспомню я по-моему выбрала 420 для вот этого градиента и 419 до и 419 так какой цвет показывать здесь в принципе один и тот же здесь одна и та же технология просто разные слайдер я использовала последовательность она одна и та же какой вариант выберем при наверно давайте неудовый сделаем не знаю почему мечт неудовый хочется так а для не удовар можно просто сохранить себе смотрите вот этот вариант здесь градиент сделан из двух цветов градиенты кстати в этой коллекции делается очень быстро и легко прям можно даже сказать что даже делать толком не надо потому что они очень хорошо смешиваются несмотря на то что это более выбеленная эмаль а это вообще средней плотности цвет так поэтому берем 417 за такое бежели нет ну да я что вот тоже давайте бежевый это такой цвет слоновые кости и 421 по моему да все правильно 421 и я решила сделать на прозрачном типсе мне кажется эффект не будет смотреться на прозрачные типсе то что я вот эти сделала на розовых типсах изначально но цвет камуфляжа мешает воспринимать оттенок гель-лака поэтому сейчас мы сделаем на прозрачный типсах коррекцию да ну блин мне жалко мне эти ногти так нравятся видите хотя у меня уже лежит мой следующий маникюр сейчас покажу что я выбрала себе где мой там любимый вариант дизайна тоже я на днях проводила эфир это был 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 вторник что ли во вторник я проводила эфир дизайн стиле оскара де лорента офигенный так не знаю типсы эти ну я думаю что еще несколько дней похожу потому что мне прям хочется понаслаждаться этим неокрустом очень удачный очень удачный так поехали сначала делаем градиент я в принципе градиент могу сразу и тот и тот показать обоими цветами до влажная салфеточка влажная салфеточка и пошли делать градиентик есть в этой коллекции три цвета средней плотности кстати на image official word в официальном аккаунте я делаю очень красивый обзор этой коллекции я прям показывала как я делаю выкраски потому что многим интересно как я делаю матовое глянцевое сочетание в раскладке как их соединяю между собой потому что это очень продающие варианты выкрасок поэтому обязательно сходите на ими official word посмотрите этот эфир я вот именно вот эту выкраску делала скажите такие выкраски очень продающие чем здесь вот не обязательно вот эту штуку клеить да здесь можно вообще так целую картинку какую-нибудь интересную приклеит классную журнала вот и вот такие квадратики можно создавать с использованием например каких-то старых коллекций либо вообще просто делать подборку из старых цветов которые у вас залежались и сюда например приклеивать какую-нибудь классную открытку вырезанную из журнала например так второй слой ведь по-другому смотрится да розовый цвет типса очень сильно конечно перебивает оттенок гель-лака в данном случае эти быстро легко перемешивается буквально два раза достаточно пройти и градиент уже получается уже перемешиваются все суши суши и здесь я использовала слайдеры и из новых коллекций которые выходили у нас зимой это весна-лета так сейчас я найду их хоть и давайте напомню это все коллекция весна-лета слайдеры можно брать любые под лепку кстати вот хорошая идея лепку сделать вот по этим лист листочком а тогда лепка во первых легкая тоже была бы хорошая идея вот как раз слайдер которым я сегодня работала это 103 вишневый цвет нас здесь интересует только цветы можно взять его то как кстати абстракция и вот этот вариант либо клубничный джем это номер 102 и то же самое я вырезала только цветы вот цветы показать так какие вот это вы имеете ввиду так 110 летняя природа акварель есть такая прямо акварель тоже вот это акварель тоже здорово смотрится это номер 108 такой вот неформальный вариант стиле 90-х дерзкий принт номер 104 и конечно вот это няшка номер 101 мультики прям до рулят вот но мы с вами работаем вот этими вариантами а да кстати давайте напомню что у нас еще два слайдера на днях вышли продажи они появились по моему понедельник вторник 112 очарования и оранжерея номер 111 это как раз то что посвящено оскару де лоренто гель-лаки вы имеете ввиду выкраска вот она гель-лаки смотрите это очень красиво вот к сожалению камера не передает все равно качество сжимает и передать эту красоту шиммера невозможно через объектив телефона тем более в instagram эти где-то теплый оттенок шиммера где-то он холодный вот эти 22 21 20 это мелкие да такой больше бело-серебряный 19 18 17 здесь вот золотой здесь персиковый а здесь розовый и они чуть крупнее так так в принципе здесь дисперсии нам хватит теперь берем ножницы так какой бум или придавайте вот это я бежево делала из клубники вырезала хотя можно было из клубничка это сделать умеет хотелось сделать такой нежный вариант слаб ли низ чтоб это было все светленько часть цветов у нас пойдут в аквариум понятно что такое покрытие делаем мы на дно ноготка перед тем как делать в моделирование чтобы получилась высота я сейчас лепки очень много показываю например на имя спешил борт на этой неделе я вот такую лепку делала я показывала как делать лепку по трафаретом тоже очень классно сегодня показываю более такое легкий light вариант но тоже нужно будет полепить водичка так у наши дела типс с моим будущим маникюром но я сто процентов уже я все хочу сделать молекулярный мир никак не доберусь до молекулярного мира то что очень много всего за весну лето сделали мы что хочется все но я уже и так часто делаю каждые две недели коррекцию чтобы все попробовать совсем походить а вот он этот вариант смотрите это мой будущий маникюр не так нравится сочетание 2 ноготка нету ну прям обожаю часть ногтей будет розовых часть черных как вам такой вариант и конечно я туда вот этих украшений добавлю чтобы было все дорого-богато в стиле оскара де лоренто и дольче габбана так как у нас слайдеры на белой подложке поэтому мы берем штампик и сейчас первый слой то что делается на дно ноготка можно в принципе делать без аквариума сделать это все под последний слой вот ну классно когда есть толщина между первым слоем и вторым слоем так драбонт сюда же в аквариум можно блестки какие-нибудь добавить но у меня здесь видите на кипре так особо не было я хотела какие-то крупные блестки у меня только вот эта штука оказалась поэтому я воспользуюсь ею можно начнуть липкая можно на базу в принципе можно фольгу кусочками отпечатать можно от кутикулы что-нибудь добавить так сушим и теперь делаем моделирование так чем можно сделать моделирование сейчас попробуем с вами сейчас я палитру очку возьму так так что мы возьмем давайте возьмем hard базу я ее смешаю чем-нибудь цсб из белые можно гель-лак просто белый добавить можно просто прозрачную скульптуру взять так классно сделать прям такую конкретную толщину поэтому я наверное сейчас просто чистой базой еще пройдусь прозрачной я вот не знаю на камере видна глубина мне кажется видно здесь я вот другим способом тонировал здесь я гель-лак вот этот розовый добавляла в скульптуру и тонировала гель-лаком так 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 а так так вот так появилась между тем что на дне и тем что сверху прям приглушить все сушим и теперь делаем второй слой цветов которые как раз мы сейчас будем лепить с вами это то что сейчас будет лепиться чем этот вариант он будет хорошо и на очень коротких ногтях смотреться даже если длина будет вообще единица так уже подсох слайдер нет постарайтесь приклеить так чтобы ой где-то один цветочек заходил на другой так аквариум будет читаться более явно все обрабатываем и уже лепку мы сделаем по финишу тем более здесь лепки и и прямо очень минимально единственная сейчас хочу шарами кончики добавить сейчас близко покажу чтобы вы увидели как красиво вот этот цвет в аквариуме под молочным гель-лаком смотрится очень красиво мы работали 417 он как слоновая кость и номер 421 он пыльный он вроде как бежевый но он больше пыльный цвет здесь белый перламутр серебро очень элегантно переливается не вульгарно так и шарми кончик предлагаю смотрите какой мой любимый я его очень часто использую если я работаю с флористикой 417 нет это не серебро 417 это золото это вот прям золото сейчас еще раз покажу смотрите ну блин вот камера не передаст это прям золото цвет шампанского так и шарми кончики сейчас я покажу какие я приклею так куда я их дело ну ладно короче куда-то мне шарми кон и слова ну знаете вот эти шарми кон и где печатная очень много love story золото беленькая вот но я возьму новые шарми кон и это из новой коллекции романтические такой очень романтические надписи сейчас мы их вот так разбросаем тоже очень тонкие поэтому снимайте очень аккуратно сейчас снова финиш и уже точно лепим не знаю как вам мне кажется аквариум получился он прям читается я сейчас даже моделирование сделала чуть посильнее чтобы было прям явно видно смотрите несмотря на то что я приглашила молочным оттенком скульптура видите все равно очень красивый оттенок для пластилина как так как мне много лепки не нужно делать а буквально только края долепить я возьму мягкий пластилин мне там его нужно будет прям буквально сотые граммульки палочка апельсиновая шарми кон правильно приклеивать на теклас и теклас нужно просушить больше двух минут все это основных два правила кисточка тройка кисточка тройка к м3 кто забыл это красный соболь напоминаю это красный соболь это кисточка который я чаще люблю есть еще одна кисточка вот это ноль кзм ноль я тоже ею часто делаю лепку вот ну так как вот это вот этот ноль кзм он из синтетики все таки его очень быстро начинает портить антисептик ну и то что постоянно мы кончиком лепим выходит из строя то красный соболь она вот стоит намного дороже но она и прослужит вам до пяти лет у меня вот просто предыдущий соболь он вообще не испортился этой кисточке было где-то года четыре я ее поменяла просто мне захотелось новую ручку более светлую соболь если за ним ухаживать это вечные кисточки все у нас здесь лепки очень чуть-чуть эта техника подходит как раз совсем для начинающих кто хочет попробовать лепку но например еще не совсем получается это вот прям для вас по чуть-чуть набираете выкладываете только на край самый важный момент же забыла берем антисептик очищающий спрей это наша жидкость будет куда мы будем с вами опускать кисточку из соболя но ваша задача смотрите излишки снимать но снимать не об салфетку влажную смотрите а снимать об стекло об какую-то поверхность чтобы кисть вроде была смоченная в антисептике этого антисептика было совсем чуть-чуть потому что если антисептика будет очень много то пластилин он начинает течь просто под поверхностью кисточки так распределили теперь можно примут убрать более или менее остатки и вот по желанию и я например люблю когда я из нескольких слоев лепесток когда один добавила край подсушили и все время примут вообще по чуть-чуть видите вот это вот даже в банку не нужно лезть вот совсем по чуть-чуть берете вот чтобы он получился более фактурно ведь его будущее слепить из двух частей вот для новичков это самое то в банку можно вот так вот припалить край сушим мелочь но дизайн будет смотреться по-другому понятно что можно было и так оставить можно было каким-нибудь объемным просто гелем пройтись нет очень люблю соболем лепить есть наверное добавлю высоту в пластилине также как в акриле можно края до лепливать уже отдельно ведь край тогда получается более стрункий такой более острый прошлый раз я красила пластилин видите сегодня у нас пластилин в чистом виде красиво может быть мне эти ногти все-таки сделать прошлого следующий раз хотя нет я прям все теперь хочу вот такие ногти сейчас не могу решить вторую руку делать розовую или черную у нас кстати с понедельника будет стартовать новый онлайн проект он будет касаться дизайна я буду про него говорить в следующую неделю поэтому кто любит все такое про дизайн прям не пропустите будем делать новый клуб для рисующих мастеров так ну чувство еще он добавлю объем чека но интересно когда один лепесток заходит на другой здесь вот если присмотреться я не все пролепливал здесь более мелкие цветочки вот видно я например раз два и остановилась а здесь вот раз два три сделала но здесь полностью слепила здесь тоже буквально раз два все остальные не лепила тому лепить можно не все мелочь возможно будет не сильно бросаться в глаза работа проделана но все равно прикольнее когда чуть-чуть мы пролепили края когда мы делаем акриловую лепку под акриловую лепку идет ликвид жидкость такая вонючая кто помнит и кисьма обязательно бумажную салфетку протираем да а здесь получается я протираю об какую-то такую стеклянную поверхность так за новый проект который будет касаться дизайна ногтей я на следующей неделе прям серию эфиров проведу буду рассказывать это у нас будет новый клуб новый формат клуба будет все только про дизайн вот и что интересно в общем-то я буду там не одна эксперт там будет еще два эксперта они тоже художники с высшим образованием и я помню когда был эми pro club я там вела творческие эфиры был запрос постоянно еще на эфиры прорисовать но такое знаете там картины коллажи масляная живопись акриловая в общем я решила в этот проект еще добавить и вот такие вещи чтобы мы с вами там еще живописью занимались чем-то декоративным вот ну и конечно там будет курсы по дизайну там этот раз будет в рамках клуба эти курсы по дизайну который мы будем постоянно для вас дополнять и обновлять короче я начала раньше времени рассказывать про клуб кто любит дизайн ногтей поставьте плюсики кто будет ждать информацию потому что я знаю запросов было очень много даже просто живописью порисовать девочки будут такие же художники как и я которые в свое время ушли из художников и стали мастерами маникюра будем создавать для вас интересные штуки всякие так и вот этот малыш давайте чуть-чуть пролепим так малыша как мы пролепим предлагаю буквально пару лепестков добавить не лепить его весь так вот так вот смотрите прям по и все я кстати давайте сейчас покажу какой здесь был градиент чтобы вы посмотрели как градиент смотрится потому что здесь вот например кому на камуфляже опять не виден этот эффект мне прям хочется показать то что гирлаки лавленис они очень прикольные для градиента быстрые легкие нежные получаются так здесь что в конце делаем сейчас я думаю наверное еще вот здесь хочу добавить это у нас основной цветок поэтому я на него видите прям так акцент делаю и пролепливаю много сейчас я еще здесь хочу до высоту добавить чтобы дает край прям торчал я поэтому не прижимаю а его к верху чуть тяну и осталось здесь серединке делать сейчас пишем тщательно ой господи сушим тщательно пластилин да у него вроде как нет диспрессионной пленки но я его все равно сушу две минуты и потом обезжириваю он после обезжиривания становится таким более матовым такой полу глянцевый полу матовый такой фарфор и мне больше нравится когда прям его тщательно тщательно обезжирили он тогда такой очень классно получается лепить конечно легче смотрите по матовому топу вот но так как у нас матовый не хотела сделать чтоб аквариум подчеркнуть я лепила по глянцу но по глянцу сложнее лепить так давайте сейчас градиент сделаем чтобы посмотрели последовательно здесь тоже только слайдер другой использовался там где клубники там цветы чуть-чуть другие вот и градиент другой первый цвет это у нас полу но он не то что полупрозрачный он средней плотности вот сейчас видно хорошо да что он средней плотности тоже . красиво сочетано сочетание 19 и 20 номер конечно средней плотности возможно если мы будем делать на ногтях захочется цвет который средней плотности в градиенте отдельно растушевать нанести еще раз повторно возле кутикулы да потому что он же все-таки не предназначен для плотного нанесения ну мне кажется если в принципе моля для менее сделать тщательно градиент он кстати делается очень легко то можно оставить чтобы он был действительно вот такой вот средней плотности эффект в градиенте так по-другому смотрится видите вот здесь не видно что-то цвет он средней плотности потому что типс был молочный он не молочный а розовый камуфлирующие красивее все-таки когда она прозрачным типсе хорошо видно вам этот эффект так вот этот вариант уже готов обезжириваем так обезжириваем и в конце можно серединке добавить вот но вообще классно добавить джемте клер но я же его забыла вы знаете да эту историю как я страдала последний месяц здесь на кипре перед мартом что мне джемте клер нет в итоге когда я в марте в россии была я забыла его привезти он у меня прям дома остался стоять на подоконнике когда я вещи собирала и у меня просто какой-то бесконечный капец без этого джемте не очень сложно ты приходится так к топам каждую пупулечку подсушивать чтобы она не растеклась что такое джемте клер это топ без ой господи это скульптурный гель такой маленькой баллы баночки без остаточной липкости очень высокой вязкости им очень круто делать все объемные штуки так как у меня сейчас нету его мне приходится вот так несколько слоев делать топа все в принципе вот этот вариант и готов вот такая у нас пара получилось понятно чтобы сэкономить время можно это сделать не на все ногти до часть ногтей сделать минимальным количеством аквариума и верхних цветов и этот кстати дизайн будет смотреться очень классно на маленькой длине сделайте кто-нибудь на длину единичка двоечка с аквариумом это будет такие хорошие конфетки на руках так и давайте сейчас закончим тогда градиент вот здесь видите красивее когда да вот это средняя плотность она прям читается что это средняя плотность чем когда вы прям плотно это я снова беру 19 и беру 20 очень красивые цвета цвет помады это прям цвет помады эти как быстро легко делается градиент буквально в два в три прохода все вот такой фон я использовала для второго варианта для второго варианта единственное напомню что здесь слайдеры были это вишня сейчас я покажу видите здесь цветы у вишни это 103 есть кстати вот такие еще розовые они немножко другие вот они немножко другие еще раз напомню это была коллекция лавленис это новая коллекция она у нас не так давно в принципе продается это такая база мы специально эти цвета колеро колеровали чтобы они у нас в ассортименте были несколько лет это прям такая вот база по нюдовым шиммерным цветам что все-таки перламутровые шиммерные цвета мне кажется любовь сохраняться будет еще долго всегда есть категория женщин которая любит обязательно с каким-то переливом оттенки все всем спасибо за внимание всем пока пока эфир выложу сегодня же поэтому кто начало пропустил обязательно пересмотрите